Ровно два часа радовались начало отопительного сезона жители 20 домов на Степной. В первый же день прорвало трубу. Причем, как выяснилось, бесхозную. У энергетиков она в списке не значится. В мэрии выяснить принадлежность тепломагистрали пока тоже не могут. А значит и ремонт откладывается на неопределенный срок. На место ЧП отправился Александр Попов. Щенки Вольфшпица днем согреваются, прижавшись друг к другу. Ночью спасает грелка. Кот тоже третью неделю прячет нос от морозного воздуха в доме. Хорошо хоть шерсть греет, людям сложнее. Мы вот на этом разложенном диване, внучку, правнучку я под бок, на нас куча одеял, сколько есть в носках, во всем. Вот так вот лежим. Утром мы не знаем, как высунуться вообще. Дрожим, да я и сейчас дрожу. Здесь у нас висело одеяло, вот здесь в проеме. Вот все время камин, чинки на грелке лежат. Я одеваю трое носков. Обычно я одеваю две-три кофты. Внучка с дочкой хотя бы в школу и на работу ходят, где можно согреться. Людмила Анатольевна же с бронхитом о тепле только мечтает. В первый день отопительного сезона батареи даже прогреться не успели. День, когда нам дали тепло, его в этот же день и не стало. Мы, наверное, два-три часа немножко дом прогрелся, а потом снова холодные батареи. Мы стали звонить соседям, они говорят, ну да, прорвало трубу. С тех пор началось обивание порогов. Тепломагистраль оказалась бесхозной. В итоге залатать ее руки ни у кого не доходили. Ровно до сегодняшнего дня. Еще вчера здесь была протечка, из-за которой пол улицы сидели без тепла. Долгое время ремонтники никак не реагировали. И вот сегодня утром чудесным образом после новости о приезде телевидения аварию устранили. Отопление обещали подключить к вечеру. При этом большая часть улицы отказалась от съемок на отрез. Наверное, чтобы удачу не спугнуть. Видимо, они еще слишком испугались. Они вчера нас пытались отговорить, чтобы мы вообще это все дело прекратили. Никакого телевидения, никакой огласки. Потому что тогда вообще нам никто ничего не приедет, не заварит. И тогда нас вообще не возьмут на обслуживание. И то есть мы тут теперь вышли чуть ли не как враги номер один. Наша телекомпания сделала запрос в мэрию. И буквально за сутки удалось выяснить то, чего жители не могли добиться около месяца. А именно, по информации департамента энергетики и ЖКХ города, в настоящее время в управление Росреестра подано заявление о постановке данной теплотрассы на учет в качестве бесхозяйного имущества. По истечении года направят заявление в суд о признании права муниципальной собственности на данную теплотрассу. Что касается ремонта, то еще в феврале постановлением мэрии участок был закреплен за оси БЭКа для его эксплуатации. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС.